Происходит кризис, либо обмен рейсов и так далее, и это переходит в некий такой коммуникационный кризис, она подключается и начинает сама писать. Вот такой момент, когда силу бренда, силу операционной можно использовать. Сегодня уже говорили о том, а что же еще постить, да, и уже говорили о конкурсах, мы перейдем о них чуть позже. Есть такой у нас тренд, и он появился у нас действительно за последние 2-3 года, это ярко был выражен в 2014, пока еще все было хорошо, не знаю, как будет, в 2015-2016, посмотрим, а именно тренд на корпоративную социальную активность, на корпоративную социальную ответственность, на корпоративное волонтерство, привлечение сотрудников для различных социальных проектов. История работает, и вот в случае, например, ВТБ-24, действительно максимальные посты, которые получили у них максимальный уровень вовлеченности, это посты об их социально-благотворительных акциях. Еще один вариант, это конкурсы, конкурсы не стареют, этот вариант для себя выбрал Home Credit Russia, и прекрасно их также работает, именно за счет этого у них произошел прирост в аудитории и просто уровень вовлеченности. Есть хороший вариант того, когда можно просто варьировать разную информацию, не обязательно, да, сделать на чем-то одном акцент, но это пример из Бирбанка, как раз, да, что вплоть до, могу вам сказать, что вот у них 8,6 ретвитов, простой цитатой Гёте. Если резюмировать, то у нас получается, что активность страниц влияет на рост аудитории, но практически не влияет на ее вовлеченность. Рост вовлеченности нам помогает стабильность информационного потока, когда мы каждые определенные дни публикуем информацию. Среднее количество постов, которые банки публикуют в месяц в Фейсбуке, это 30, в ВКонтакте — это 37, в Твиттере — это 27. Важно, что заметный рост аудитории наблюдается именно в Фейсбуке, если вы начинаете публиковать каждый день один пост, вы увидите рост в Фейсбуке аудитории. Вот, в принципе, такие основные выводы, которые нам удалось сделать по анализу представленности банков в социальных сетях. Могу сказать, что здесь есть особенность финансового отрасли и то, куда ей идти, и то, куда она будет далее развиваться. А в частности, что любое сообщество, финансовая организация, социальная сеть — это не только ее имидж, не только ее репутация. Также это и канал работы с клиентами. Могу сказать, что на зарубежном рынке уже давно считают такую вещь, как «респонс тайм», а именно количество времени, которое вы тратите на то, чтобы ответить на комментарии пользователя. Запрос пользователя, запрос потребителя вашей услуги. Вот в зарубежной практике считается, что до 30 минут вы должны ответить в среднем на любой запрос потребителя услуги, причем 24 на 7, и это действительно такие круглосуточные службы поддержки именно страниц в социальных сетях. Вот это то, что сейчас есть и наблюдается на российском рынке, это хорошая платформа для вот этой будущей истории, когда она действительно будет, а она, скорее всего, будет, и маловероятно, что мы избежим этого. Это все. Если есть какие-то вопросы, я готова ответить. Время суток, если что-то начисал вопрос в первую очередь. Время суток, потому что если вы начинаете, вы понимаете, что у вас много регионов, большая жена эта сеть, вам придется просто сейчас, ну, делить каналы, чтобы, например, вы больше для Москвы, когда вы больше для регионов, и, например, когда вы в Компакте будете постеподействовать по часу после Сибири, и, конечно, по факту, в каждом, хотя бы пандеральном регионе дальше не смысл сказать, что они есть. Если есть действительно региональные новости и ресурсы на научном месте, региональные структуры, это грамотно сделать. Просто по последнему исследованию, я говорил там, может, что-то региональные плоти, поэтому группа может. В какой площадке вы представляете? Да, там какой-нибудь возьмите. Если вот берем, а как грати пошло на то решение? Когда эти на классике? Мой мир, Вейбук? Что там вообще? Ну, потому что это то же самое, как в основном у нас работа со СМИ, да, в том числе, в reload, это то же самое, как с региональные списки, вы дадите региональные повестки, и в федеральные должности совершенно неинтересны. Здесь то же самое, если дать региональные новости, региональные агреские, региональные. Спасибо, Лилия. Дмитрий Ковтов у нас так и не вернулся, да? Печаль. Хорошо, тогда мы сейчас постепенно будем переходить к рекламе. У нас 5 минут небольшой перерыв.